Микс Ньюс Микс Ньюс Месс Ньюс Микс Ньюс Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Я думаю, что... ... 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 Мы спелем стилы и по бридам, и Кришанам и Кристенам, и в каждом своем сеставе. Да, у каждого сверси. Да, и у нас есть сеставе, где мы делаем то, что сирцлит. И, как без байга апречена, как у нас нет, как мы то пастрелим, как мы то пастрелим, как мы то намеркнет. Мы думаем по этому поводу, но это не то, что это не то, что мы делаем. И все хорошие вещи, что приходили up until this moment, это было только как инерция и человек, которым нравилась наша музыка. Да, но просто мы с Крещанисом играем очень много в группе, я играю рок-белли, и там всякие там есть как десманик, не знаю как, и там панки, всякие вещи, тогда мы просто играем эти язоры, как разобираем все эти вещи, ну как в этом составе. Да, 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 в этом составе. А вот по поводу еще образования и прочего, родители не говорили или не говорят, что там займитесь делом, хватит заниматься ерундой, как вы будете вообще там жить? Нет, я думаю, что наши родители очень, они нравятся, что мы делаем. Ну мой папа тоже музыкант. Да, вы из музыкальной семьи. Да, мои родители, они не музыканты, но они львоты от балсты. Ага, поддерживают. Да. Я думаю, что мой отец, он, как это сказать, он академический музыкант, но он всегда искал и искал, искал, искал? Искает? Да, ищет, ищет, интересуется. Теперь, да, новые вещи, это очень важно. Это важно. Ну, то есть они люди творчества и, зная этот хлеб, творчество, да, там, ну, есть там работа, может быть, нет работы или какая-то там рутина, да, они не отговаривали вас, поэтому по их, по собственному пути идти? Нет, нет, никогда. Да. А Эзари Байк начинался вот с Митерис, это было соу сначала. Ну да, ну да, но это я как-то always знал, что это будет группа. Ну и сам, как, как, так? Ну, я пришел, я писал музыку, но я только, ну да, я тоже оранжевал, лебаз и барабан, там, там, только это было моя, как-то, у меня надо, было надо время немножко, то, put it all together. В общем, ваш альбом, который у вас было, он ведь прозвучал на радиоклассика, на латвийском радиоклассике. Целиком прозвучал, да. Целиком прозвучал, да, так понятно, что для классики довольно такая нестандартная история. Для вас это было приятно, признание, что это было? Да, очень приятно, да, это было Орест, целый бред, и он, потому что, я думаю, он в жюри за золотой микрофон, и тогда он слышал это. Вы были номинированы, но не получили, да, вы говорили, дебют года? Да, да, Юст получил. Юст получил, а разве он дебютант? Ну, в этом году считался, да, богат, что его года, да. Ну, когда он на Яровидине там был. Да, ну правильно, может быть, из-за Яровидине, мне кажется, что он уже давно, потому что, мне кажется, что он уже давно выступает. И Орест, да, это он, как, он положил нас. Ну, то есть он пригласил, то есть поставил альбом. Да, ну вот вы создали группу, и как вы стали попадать на фестивале, ну, то есть на Позитивус, там, в Литву, то есть вы как-то, какой-то процесс, потому что сейчас много ребят, которые, ну, репетируют, сами пытаются записать, и могут только мечтать попасть на Позитивус. Просто, ну, хотя бы там на пятую сцену, да, или на третью сцену. Да, да. Да, какой у вас был путь, как это произошло? Или вам там группа инструменты помогли, или как-то вы... Нет, это уже потом, я думаю, просто мы уже музыку играем, там лет... Гречное время. Да, там 10, ну, не знаю, как, который, но это уже, ну, тебе как-то, ну, контакты уже есть немножко, и, ну, ты уже знаешь, как это делать. Ну, это не первая группа у нас, так что уже какая-то первая была, так что, ну, так, и, ну... Мы были очень лайми, что у нас, как, когда мы первые песни в интернете положили, Тиркултура, Узраильз... Вас заметили, вы уже заметили бы. Ну, да, 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 и какие-то лучшие человеки. Я думаю, что... Это не так, и потому что, ну, как-то... Нету такой, как текстбук... Правил. Правил, да, как сделать это. Это... Каждым группам есть... Совсем... Свой путь, свой путь. Да, свой путь. И это так... Да. The more we... Like... Ювайрах вместо Даром, Ювайрах вместо Сапру о том, Кадыр миллион сайт, которые издритим, Кадыр на там главного сирка, в кое-соснегушиняре пил нигде цитаться. Но есть еще путь коллабораций, да, Когда уже с известными артистами ты делаешь вместе, И, наверное, каверы исполняешь. Каверы? Да. Ну, там... Это совсем другой путь. Да, да, да. Группа за каверами на каверами. У нас есть... Мы играли Radiohead cover один. Ну, да. Ну, это я не знаю. Не пирамид сонг, который... Не пирамид, но из... Амнезиак. А что вы там играли? А так, как... Крэш сардинс... Ооо. Так, там же на барабанах вместо барабанов используется... Да, да, да. Какие-то... Да, да, да. Банки, склянки, там что-то... Да, 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 да. Барабанщик Radiohead на этом треке играет. Да. Не на барабанах. Ты думаешь, что моды ладни и синтезаторы. Ага. Акей. А альбом частично, насколько я понимаю, был сделан в Австрии? Да. Да, немножко, да. Да, да. Что австрийского в альбоме? Звук какое-то? Звучание? Нет, это... Наш... Наш очень... Хороший друг, Кристос Андрес Остерс, там учится... Как... Он организовал вам туда поездку, да? Ну, мы... Нет, он просто приглашал. Он там учится эту... Эту режию, наверное, или как? Режиссор. Режиссор, да. Да. И он просто мог помочь и немножко там записать музыку. Ну, да. Он... Он очень... Like... Мы с Крисаней играли с Кристосом очень много. И он... Мы очень... Ним уважаем. И как... Как он слышает и слушает музыку, это очень интересно для нас. То, что мы хотим работать с ним. А вот у Милиса английские слова постоянно выскакивают. Очень много английском приходится поговорить? Пожалуйста. Ну, я не знаю. Ну, да. Немножко. Я учился по-английски в университете. А сейчас уже тоже? Ну, по музыкальной части может приходится... Ну, я не знаю. Ну, я немножко, да. Я много читаю по-английски. И... Но текст вы пишете по-латышски, потом переводите или... Или сразу на английском, да? Сразу на английском. Мы очень... Хочем тоже по-латышски. В новой малбуме там... Ну, а на песне? В этом альбуме одна песня. В этом альбуме одна песня. Да. Причем это коллаборация с кем-то, да? Это был Клав Салбакс. Это латышский поэт. То есть он... Он не поет, поет Микелес? Да, да, да. Просто он текст написал? Да, да. А, окей. В 80-е. А это старое. Для нас это... Понятно. Это старое стихотворение. Да, да, да. Ага. А вот Микелес, насколько я знаю, в Великобритании жил или учился, да? В... В... В Лондоне? Ну, да. Или в Англии, или в Шотландии. Я там жил после университета и... Четыре месяца. А там занимаешься музыкой? Да. Очень немножко, да. Там? Да. Но очень немножко. Я не играл как гиги. У меня была моя гитара с ним... С меня и компьютер, и... У меня только идея. Но это было через университет, и я хотел как-то... Пауза... From life and... Ага. Я к чему, Саша? Пожил вот в Великобритании, в... В Азии, я так понимаю, тоже, да? Да. Ну, вопрос к тому, вот что заставило... Не было ли соблазна остаться где-то, а почему все-таки вернулись в Латвию и решили, вот, что надо здесь... Вы же можете подняться и поехать, да. Да. Ну, это... Где людей больше? Ну, я думаю, у нас нравится Латвия. Мы хотим здесь жить. Жить. Да. Но мы хотим играть на оборот тоже. За границей, да. Да, да, да. Кристиан, крещенец. А вы что? А... Такие вещи. Там есть много друзей и... Там... Отец... В общем, никаких таких мыслей не было, там, возможно... Так, чтобы ехать, там, жить и играть, там, это даже, думаю, еще более сложнее. А, сложнее, вот я хотел спросить... Так думаю, да. Да, там... А ты играл в Лондоне? Ну, я ехал с этой группой Big Bluff в Лондоне играть. Но там так много, там, эти музыканты есть, что... Ну, ты после, там, не знаю, десять лет, ну, точно будешь играть, там, не знаю, Splendid или... Нет Splendid, да, это... Ну... Палладиум, например, такие сцены. Но там очень-очень... Конкуренция. Долгий путь. Долгий путь, да. Очень долгий путь. Долгий путь. Давайте... Крещение с улыбается. Надо палочки дать, чтобы хотя бы стучать. Песню послушаем. Сейчас вашу... Передухи. Передывается... Old Hands. Да. Это песня с... Вот, с альбома. Пока... Пока что единственного... Что за песня? Что можете рассказать в двух словах о ней? Это... Что за старые руки? Да. Это как... Экспрессион... Выражение. Выражение. Что-то... Ты знаешь, как делать вещь. У тебя надо... Это мастер какой-то. Да, 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 да. Да. He's an old hand. Like... He knows how to do it. So, it's like... Слышаешь... И... И вы её синглом выпустили. Ну, не синглом, но... То есть это ваша передовая песня. Да, да, да. Окей. Сейчас послушаем песню и потом прервёмся коротко и вернёмся. Да. И... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вы, кстати, завтра играете на еще одном фестивале Да, в Инсикурму, в Инстрицкая вилла Два дня, да? Нет, это не самый фестивал, это как, ну, эскорно Одно и маленький, чтобы, ну, там, фестиваль Перед каким? А, само происходит не здесь В Эстонии, да, поэтому название такое Да, я думаю, в Юлии, как-то, не знаю, где-то... А вы на него самого вы тоже поедете? Может быть, мы не знаем, я еще не знаю Ну, а вы... Презентация фестиваля в Эстонии, вы выступаете завтра, да? Да, да, да Так можно сказать Ну, а вы отказываетесь вообще? Бывает от концертов, вот, что нет, говорите? Ну, если у нас как-то это место, нет, не очень А какое место вам, например, ну, последнее, что вы отказались? Не может, не будем сказать Ну, расскажи Нет, ну, это просто, ну, если у нас нравится это место Если оно маленькое, ну, это ничего Мы тоже будем там играть Просто, ну, надо смотреть, где играть, где нет Ну, как, ну... У нас же есть какой-то... Ну, от публики еще зависит, нет? Нет, не из публики, ну, просто, ну, не знаю Мы хотим, чтобы это звучит очень квалитативно Ну, такая, где мы играем Ну, если мы знаем, что это не будет... Газьте на аппаратуру Да, 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 и такие вещи Просто, вот, сейчас вы в тур, вы сами Там, я так считал, вы сами организовали себе тур Палатный Палатный Я считаю, я хотел, чтобы вы рассказали Но, я когда сменал, где вы выступали Там было так, что в Энспилсе вы играли в библиотеке Да В Сигулде вы играли там в кафе каком-то Дом, окажется Да, он был в подвале Да, он был в подвале Да, он был в подвале Да Вот по поводу мест Так вот, места у вас такие очень оригинальные Ну, да, все очень хорошие А там был в подвал, где тюрьма была во время одной из войн, да? Да Да, это артиллерий из погреби Да, именно И мы тоже играли в резык, но в кебабс В кебабс? А, это ребята, которые на Сколос, да? Да, да, да Очень хорошие места Ларгальский кебаб Я люблю Аусмэн и кебабс Так, реклама пошла Да Но мне очень нравится Как вы сами себе тур организовали? Что-нибудь сами? Ну, у нас Лина Ваши ожидания, да, и что? Ну, у нас Лина Кристианц Женщина Побыва Ну, да, Лина Менеджер И она там сделала все эти концерты И мы просто играли А ездили как-то чем? Мы отбирали там, что мы хотим или нет Ну, там места какие Сколько городов вышло? Ну, это такая очень большая Вся страна Вся страна получилась Догопилс Сигул 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 Ну, Абгаба Выбрали, да И как вы это сделали? Это социальные сети? Это вот Реклама Ну, есть какая-то реклама Мы тоже сказали там, не знаю, радио Ну, это было как-то trial and error thing Потому что это была наша первая тура И тогда мы, ну, даже осветлась Как-то Венспилс И я думаю, что Венспилс Сигул Да Венспилс Сигул И тоже Лепая Это было как-то Лаби обмекло Да, да, да Но у нас тоже были Как пять человек Волмир Мы же это было Волмир Как-то Пять человек зрителей Волмир Мы же это тоже И в дом Пилс И тоже Не было Хорошо Там нормально Не было Что запомнил? Как вот город Ощущение Что запомнилось? У меня очень Венспилс нравился Это Библиотека Очень красивое место И Много Человек И было там Да, люди тоже были Да Это было Как-то Очень интересный концерт У меня очень нравился И тоже Лепая Тоже Это 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 Бивший кинотеатр Да И теперь Я думаю, что там Скейтбарк Они хотели Там Не знаю Но там Интересно В Риге Вы тоже В кинотеатре играли Да В Касунце Это Необивший Это Действующий Работает Но музыка Вас кормит? То есть Это Ваш Заработок Или у вас Есть Основная Специальность У нас У нас Есть Работы Как-то Какие? Да Я Звук Режиссор На радио На радио Латвийском Радио Один И Кришанис Барабан Ты скажи Я учитель барабана Да Учитель? Да Ну Я Тоже Работаю Музыкальным Магазином Там Продаю Музыкальные Инструменты Ну Так что Все Профессии Они С музыкой Связаны Да Я думаю Это Очень Как-то Important Это Как Это Мы Знаем Что Это Долгий Путь И Мы Хотим Кормить Себя С Музыком И Я Думаю Что У нас Это Как-то Сказать Мы Были Мы Делаем Like Азари Один Год И Ну Один Ну Полтора Там Да Год И У нас Есть Какие Большие Проекты Мы Делали Звук Для Лелайс Кристопс Ну Латвий Да Много Да И Какие Большие Концерты И Там Ну Да Айтун Скормит Вообще Нет Мы С Бэндкем Мы Тоже Бэндкем Продаем Мы Делали Музыкал Там Что-то Что-то Расходит Да Айтунс Даже Не знаю И Зачем Есть Я Там Скачивал А как Вы К Пиратскому Относитесь У вас Есть Музыка Ну Понятно Что Можно Музыку Дома Продаем Из Ютуба Но Те Кто Скачивают Вы Вы С Этого Не Получаете Только Концертами Можно Заработать Я Думаю Это Как-то Спелс Ну А Как У нас Теперь В 21 Год Я Просто Думаю Если Кто-то Послушает И Нравится Он Будет Найдет Диск Например Будет Слушать Но Вы С диском Ездили По Латвии Да Удалось Два Продали Долгописи Я Не знаю Ну Мы Придули Да Я Не знаю Как На Копа Мы Сем Пар Душ Сколько В целом Ну А Много У Каждого Есть Сайт Проекты Какие-то Да То Другие Вещи Там Я Знаю Что Микелес Снортерн Сидел Вести Музыку Это Другая Совсем Музыка Да Это Электричная Мой Другой Мат И Синтул Теперь Я Немножко Он Пауз И Я Тоже Играю С Шипси Немножко Да Вы Делали Вне Семь Бальдар Вну Семь Один По Семь Вы Делали Вот Этот Гайс Мас Рак С Расскажите Что Это Такое Это Что С государством Связано Но Это Столетие Это Было В Библиотеке Больший Концерт Шипси Писал Шипкевец Шипкевец Янис Писал Пусы Часть Часть Концерта И Мартин Чулимс Латышский Очень Очень Латышкий Композер В эту Часть И Тогда Это было Как Мультимедиа Танцевали Там Очень Да Это Было Очень Очень Интересно Перед А в чем Интерес был Для меня Я никогда Не работал С Хор И С Таком Это Очень Сложный Узда Умство Как-то Играть С Хором Какие Ритмические Электронические Вещи Потому Что С Хором Это Как-то Как-то Сказать Когда Ты Слышаешь Барабанчик Там А так Звука Очень Чистая Да Да А когда Человеки Много Людей Много Дирижера Можно Смотреть Когда Может Ну Это Очень Сложный Но Это Было Очень Я Я Учился Так Много Я Не знаю Это Было Очень Очень Хорошая Перед Опэн Да Экспириенс Экспириенс А вот По поводу Сказать Экспириенс Да Ну Очень Много Низкислов По Закрадывается По поводу Менеджера Вот У вас Есть Менеджер Мы же Выснили А Вообще Группе Нужен Как вы считаете Вот Менеджер Продюсер Или Ну То есть Вот Появилась Инди музыка Да Индепендент Независимая И как-то От этого Уже Можно Уходить Или Без Этого Не Обойтись Не Думаю Что Надо Менеджер Потому Что Там Ну Скандал Тогда Нужен Нет Там Как-то Ну Когда Ты Работаешь С музыкой Ты Думаешь Только Об Музыкам Ты Как Ты Эту Песню Как Ну Что Здесь На 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 И Тогда Ты Если У тебя Нет Менеджера Там Это Проблема Ты Работаешь На Албом Четыре Шесть Месяца И Тогда Он Сделал И Ты Сделал Это Вещи Что Я Буду Делать Потому Что Это Как Планировать Эти Вещи Чтобы Это Местер Да И То Надо Надо Менеджер Да Надо Спасибо Крич Да Ну А Вы Следующий Альбом Планируете Все-таки Латышеский Язык Тоже В Песнях Или Все-таки Немножко Много Латышкам Я думаю Так Больше Лис 50 И 10 Да Почему Не Пишется Или Что Миккельс Пишет Словажа Да На Латышском Не Пишется Немножко Пишу Да Это Я Я Когда Я Когда Я Когда Я Был Маленький Я Я Не У Мне Нравился Латышской Группе И Не Нравился Почему Я Не Знаю У Меня Не Было Интересные Вещи Я Тоже Не Знал Что Происходит Когда Я Когда Я Было 12 13 Только И 15 Тоже Английская Английская Музы Тоже 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 Не Появляется Много Из Популярных Протовая Пробилась Брейнсторм А Больше Тоже Никто Наверное Не Некоторые Приказали Долго Жить Космос Превратилась В инструмент Ну да Много Много Таких Ну вот На новом Альбоме По-латышски Что-то Уже Появится Будет Да А вот Микелес Не раз В интервью Говорил Что Ваша Группа Хотела Бы Делать Это Поп-музыка Но Как бы Качественная Поп-музыка Что это Поподробнее Можно Подразумеваете Потому что Поп-музыка Воспринимается Как что-то Ну типа Евро-коммерческое Да Ну когда Я думаю О поп Я думаю Там есть Ну Это Я знаю Ну У Никеева Есть песни Такие Которые Да 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 Никеев Или Radiohead Или Это Поп Это Это Жанром Ну Ты Клеил Тану Займ А врат И есть Вот Хорошо Такого Плана Поп-музыка Я думаю Что Есть Инструменты Например Я думаю Что они Делают Хорошие Работы И Ну Underground И Берни Бесмилы Ну да Это уже Ветераны Жидераны Как рок-музыка Но мне Очень нравится Это тоже Немножко Как Поп-музыка Это чтобы Девушкам Нравилось Да Но я Думаю Что Мы Мы Взяли Эту Сканер Из Поп-музыка Но это Да Мы Играем С Хармониями С Формами С Ритмами И Тогда Это Может Бить Не Поп Катова Параст Сопрот Но Да Я не знаю Но расскажите Про вашу коллаборацию С Владиславом Наставшим Как это Произошло И Как вы Почувствовали И поняли Его Песни По-моему Такие Дни Да Я встречал Влада Когда мы С Янью Щепкевиц Играли Песни Иммонс Коллинж В прошлом Летом Спасибо И Влад Тоже Один Песну Пил Исполнял И Он Хотел Ну Может Вы знаете Эту Историю Кристиан Да Дайте Отдохнуть Немножко Ему Понравилось Как Митил Играет И Поет И Потому Он Хотел Что-то С С С Делать Он Только С Пьяным И Ну Не Мат Сначала Была Идея Только Да Сначала Идея Что Метилась И Мат И Шудар Была Такая Идея Потом Поменялось Все Он Больше Не Хотел Играть Как Пионера И Просто С Играть Ну Да Это Было Тоже Отличная Экспер Очень Интересно Было А Еще Планируйте С Будем Играть Будем Играть В Летом Тоже Но У нас Были Это Как Когда Мы Любим Влад Я думаю Что Это Мы Любим Его Но Даже Это Очень Сложно Почему Ну Потому Что Он Как То Идеалист И Артист Да Как С Владом Если Репетиция На Два Часа Знаешь Что Это Не Будет Два Часа Это Будет Четыре Да 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 Но Спектакль Есть Хороший Я Когда Я Два Чисто В Эльвак Два 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 А кто просил, чтобы этого больше никогда не было? Нет, ну мы просто так говорили. Между собой. Но просто это как путь до этого концерта, не очень такой легкий. Простой, да, да. Но потом эти концерты были такие, как ух. Ну вы даже выступили. В ситуации была такая, стресс там был, и все там был. Все как надо. И эти концерты как, ну, занит, не знаю. Да, вы даже в late night show в латышском выступили с этой песней с Владиславом. Ну хорошо, давайте тогда послушаем песню «Колл» и потом «Правила жизни». Ну нет, прям вот во время. А, да, и с них и начнем. Да, «Колл» это тоже запись «Дома конгрессов», и тоже будет на вашем следующем альбоме. А когда вы планируете выпустить это львом, теперь? Вот я не знаю, как мы это будем делать. Мы хотим найти какой-то лейбл. В этом году. Я надеюсь. Рабочее название есть уже? Нет. Нету названия? Может быть есть, но нет. Было, я говорю, теперь что будет хорошо. Да, и он материал, работаем. Мы в нашей программе всегда спрашиваем наших гостей, просим поделиться своими принципами жизни. Просим вас поделиться своими. Ага, окей. Сейчас. А сейчас? А, Крестец, это твой. А, почему это моя? Ну, давай сюда с барабанщиками. Ну, ладно. Ну, не знаю, но... Жена, продюсер? Менеджер. Менеджер, да. Нет, ну, у меня есть какие-то принципы, я даже не знаю, я сам это делаю. Да, да, да. И знаю, как надо было делать, но я не думаю, что я... Что это, в принципе? Ну, например? Ну, как, я... Моя работа, я играю музыку очень много, и просто я хотел бы играть не так много, например. Я хотел бы играть, там, более качественно и поменьше. И как-то, ну, есть всякие вещи, которые я просто не знаю, делать как-то не получается. И, ну, не знаю, ну, надо быть истинным, ну, не знаю, ну... Искренним, честным. Да. Ну, это вот трудный вопрос, на русском тоже. Да, да, да. Микелес, есть что добавить? Ну, принцип жизни. Я хочу... Я хочу как-то написать перфектную песню, и я знаю, что это невозможно. И я хочу всю мою жизнь так-то... Посвятить... Микелес, что там мерчем, которым я знаю, когда на русском не как-то гала мерц. Но я, у меня это нравится. Ну, у меня нравится эта музыка. Там нету как end goal. Это... Процесс. Да, это только процессом. И я думаю, что я очень... Я очень лайм-икс, когда я потерял себе тая процесса. Это очень магический момент. Да. А правила жизни Кришаница, я знаю. Молчание – золото. И громкие барабаны, да? Попробуйте, Криш. Да. Ну, я, конечно, могу пекресть своими коллегами. Но тоже и это, что Микелес сказал ошибками, что надо делать ошибки много. И учиться? Учиться. Окей. Спасибо. У нас песня Call группы Ezri звучит в полном составе. Они сегодня были в программе. Давай. Спасибо вам большое. Спасибо вам. И извините, слушатель не в нашем русском языке. Ну, главное, что есть язык музыки. Мы не тент, а ведь? Да. Все это было ради музыки. Поэтому я думаю, что музыку можно понимать на любом языке. Мы прощаемся с вами на неделю. Следите за нами на нашей Facebook-странице. Слово Давай или Давай.фм. Вводите. И там все наши обновления. В том числе это интервью. Тут ты пропустил. Может записи посмотреть и послушать. Давай. До встречи в тебе. Спасибо. Давай. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова